Писательская деятельность 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 Расскажите, как открыть в себе талант и начать писать. Может, есть какие-то советы, которыми вы сейчас можете взять и поделиться с нами? Нет, ну, во-первых, это должно, конечно, воспитываться в семье. Если в семье никто нормально не может разговаривать, очень сложно обычно бывает уже потомкам что-то сделать более путнее. У меня с семьей повезло, у меня дядя кандидат исторических наук, и в библиотеке Белинского, его очень много книг хранится по истории советского периода, поэтому мне как-то так было попроще. И моя мама, она первоначально сначала пошла учиться на искусствоведение в Перми, а затем уже ушла в метеорологию, стала одним из самых известных метеорологов Урала XX века. И, в общем-то, этот интерес, он дома всегда поддерживался. Ну, и, собственно говоря, интерес к книге, то, что читать. Потому что если человек не читает и не впитывает то, что до тебя было, конечно, это вот этот, я не скажу, что это талант писать, потому что, в принципе, многие пишут книжки, не будучи талантливыми, да, здесь главное хороший слог и хорошая мысль. То есть если человек может донести мысль до другого человека, это уже как бы достаточно положительный эффект. Поэтому здесь я бы сказал, что такая начитанность тем, кто был до тебя, ну и интерес к тому, что ты пишешь. Потому что у меня, к примеру, была первая книжка, она называлась «Дома Патьева». Ну вот здесь, в библиотеке Велинского хранится ее уже переиздание, вот «Путеводитель по усадьбе». Дело в том, что когда я задался темой «Дома Патьева», оказалось, что до меня никто не изучал историю самой усадьбы. Все изучали историю расстрела Романовых. И так получилось, что я оказался первым, и если вы откроете любую Википедию или энциклопедию Екатеринбурга, то первая статья, посвященная именно этому особняку, это моя, вот, так странно оказалось. Это тоже интерес. То есть искать темы, которые до тебя никто не брал. Вот. И у меня таких, как бы, исследований достаточно много, в том числе исследования по Белой башне. Сейчас о ней все знают, но тем не менее, если вы открываете ту же Википедию, вы читаете ту же мою статью. Вот вы говорите, берете темы, те, которые никто не брал до вас. А как вообще еще решаете, о чем писать, а о чем нет? Вот поподробнее расскажите о своих книгах и статьях. Это личный частичный интерес. Конечно, есть такие проекты, которые являются в дальнейшем коммерческими. И у меня один из последних проектов был, вот, к примеру, вот книга «Дом с кадуцеми и пинаклями». Это был заказ об истории целого квартала, где сейчас находится торговый центр, старейший торговый центр города. И вот эта вот книга была написана именно как заказной. И, конечно, я понимаю, что где-то я даже, наверное, здесь какие-то данные частично упустил, потому что все-таки у меня было определенное количество времени, лимитированное на написание исторической книги. А есть такие исследования, которые я могу писать, там, 10 лет, 15 лет. И у меня есть в загашнике такие вещи, которые лежат на будущее. И я понимаю, что там, ну, к пенсии, может быть, я сделаю какое-то исследование. Да, такие тоже есть вещи. У вас есть книга, здесь она тоже представлена, и в фонде у нас есть, называется «Привет из Крыма». Вот сейчас в нашем региональном центре как раз проходит выставка, называется «Крым глазами библиотекаря». Да. А каков Крым глазами историка, и чем Крым связан с Екатеринбургом? Какими, может, историческими событиями? Как ни странно, когда вот происходили события 2014 года, меня попросили написать статью небольшую, посвященную, ну, каким-то историческим фактам, связанным Урал и Крым. Когда я начал их смотреть, их набралось, в общем-то, не на статью, а на такую небольшую книгу. Это было достаточно быстро сделано. На самом деле таких фактов очень много. И вот это даже я бы не сказал, что это книга, да, потому что я бы сказал, что это брошюра. Может быть, в дальнейшем я сделаю большую книгу, связанную с этим, потому что, ну, если мы проходим по улицам, к примеру, Екатеринбурга, то каждое здание, оно же не просто... У нас обычно на зданиях вешают табличку «Памятник архитектуры», да, и не указывают даже, что это такое. А на самом деле за каждым фасадом есть своя личная интересная история. И другое дело, чтобы у этой истории находился свой исследователь. Потому что вот у библиотеки Белинского свои исследователи есть, и это вылилось в несколько книг, да, то есть там у дома Ипатьева есть, да, но есть сотни, соответственно, каких-то зданий или каких-то районов, каких-то окрестностей, Екатеринбурга, Урала, о которых никто еще ничего не изучал. И вот эти вот архивы и материалы, они лежат пока мертвым грузом в музеях, в библиотеках, в архивах. Но когда-то кто-то придет и их исследует, я надеюсь. Вот на фоне таких серьезных тем и книг у вас также есть книга, называется «Торты и печеньки». Очень заинтересовала нас эта книга. Вам удалось соединить и рецепты, и историю. Вот расскажите, где вы брали эти рецепты, откуда бралась история, и как вообще родилась идея вот такую книгу написать? Скажу сначала об идее. Я сделал первую статью для газеты «Уральский рабочий». Я, честно говоря, даже, наверное, не вспомню, как она называлась из вот того, что тут здесь есть. Потому что, ну вот, к примеру, Эра Печенек, да. Вот. А нет, она называлась «Век тортиков». Вот. И мне главный редактор сказал, а слабо вам написать Эра Печенек? Но у меня не было как бы такого исследования, посвященного истории печенья на Урале. Я сказал, ну, примерно через месяц поговорим. Ну, и за этот месяц вот набралась какая-то информация, и я написал еще одно исследование, которое честно назвал Эра Печенек. После этого прошло несколько лет, у меня накопилось еще много информации, уже мне стало интересно самому, что, оказывается, эту тему тоже никто, как ни странно, не изучал. И я стал собирать потихоньку, ну, в том числе, очень много рецептов печенья и тортов. Они есть и в старых книгах, и в старых каких-то документах, и в воспоминаниях екатеринбуржцев. И вот так сформировалась такая тоже небольшая интересная книга. Тем более, что сейчас, в принципе, ее можно найти в интернете. Она на всяких различных социальных сетях есть в ПДФ, так что ее просто в поисковике можно найти. Планируете ли еще издавать книги? Говорите, вот уже планы какие-то есть у вас, что-то есть уже? У меня они написаны, но так как у нас этот 20-й год такой достаточно получился в силу обстоятельств ленивой, и мне эта лень очень понравилась, честно скажу. Мне понравилось лежать на диване и ничего не делать, поэтому, ну, может быть, в этом году какие-то книжки у меня выйдут, и исследования, ну, если лень не победит, да. Вот достаточно много книг уже издано. Издание книги, насколько сложный процесс, насколько он серьезный процесс? Как серьезно к нему нужно подходить? Ну, у меня разные варианты были. Конечно, есть варианты, когда участвуешь в сборном проекте, то есть это был, к примеру, самый большой проект, это энциклопедия Екатеринбурга, это был 1997-1998 год, к 275-летию города. Там нас участвовал, может быть, человек 50-60. Здесь понятно, что от нас требовались только определенные знания, и уже мы в процесс издания книг не влезали, да, в альбомы. Есть издательство, ну, вот, к примеру, это одна из последних книг об истории здания на Главном проспекте. Здесь тоже участвовала одно из крупнейших екатеринбургских издательств, и здесь главное было проверять всю информацию. А в последнее время освоил и в том числе и верстку, и технические различные мероприятия, поэтому иногда мне уже сейчас доставляет удовольствие не просто написать книжку, а самому сделать, и сделать дизайн ее такой, как я хочу, потому что на самом деле часто бывает, что автор, когда видит итог своей работы в книге, он бы хотел видеть другое. И как бы это надо понимать, что многие писатели на сегодняшний день, которые издаются крупные, они даже иногда название своей книги, особенно это художественное издание, они узнают в момент выхода этой книги, потому что это прописано часто в договорах. И поэтому у меня были случаи, что меня просили сменить название какого-то исследования или книги, потому что это не подходит под политику того издательства или того выпускающего редактора, который есть. Это нормально, в принципе, потому что там, где есть заказчик, он как бы и ставит основу, а там, где ты сам делаешь проект, то ты, конечно, волен делать все, что угодно, за исключением ограничений законодательства. То есть сейчас, если захочешь, можно и написать, и сверстать книгу, и все это сделать самостоятельно? Слава Богу, да, потому что на самом деле я вам скажу, что первую свою книжку «Дома Патьева», и вот здесь в журнале «Уральский следопыт» часть ее напечатана была в прошлом году, и на сайте можно посмотреть. Я честно скажу, что я написал ее от руки шариковой ручкой, потому что тогда не было даже компьютеров. Это был 97-й год. Вот так, поэтому сейчас, конечно, все гораздо проще в плане издания, верстки, публикации и доставки к читателю, потому что вот в том числе вот это вот торт и печеньки я специально делал так, чтобы она была доступна всем, и ее просто любой сейчас может в любой соцсети скачать. Как Вы считаете, что связывает музей и библиотеку вот сейчас на современном этапе? Ну, во-первых, в музеях есть свои библиотеки, но их два вида. Одна библиотека — это то, что говорится как фонды музейные, которые входят в музейный фонд страны, и к 2025 году все книги обязаны быть оцифрованы и в общественном доступе появиться. Это требования российского законодательства, и на сайте госкаталога они все появятся. Уже там несколько, я думаю, наверное, миллионов книг уже там выложено, изображения и данных. А часть есть, в том числе при музеях, есть свои внутренние библиотеки, которые отражают как бы исследовательскую часть или же подарки читателей и самих писателей. Но когда мы видим, что книга перерастает область только знаний, она становится как артефактом, конечно, она переходит снова в музейное собрание. Так вот у нас последние дары были. Это, к примеру, книги художника Воловича, на которых он сам рисовал свои автопортреты. И вот такие несколько книг поступили тоже в музейное собрание Екатеринбурга, потому что это уже художественные артефакты, а не просто техническое такое издание. Сергей Валерьевич, расскажите, есть ли у Вас домашняя библиотека, какие там книги? Я с ужасом услышал этот вопрос. На самом деле, и любимая фраза у меня дома, Серёжа, не носи домой книги, потому что на самом деле их несколько тысяч, и они уже везде находятся. Ну, да. Но это исключительно из-за того, что у нас в семье все немножечко повернуты на литературе. Ваша самая любимая книга. Что посоветуете прочитать? Самая любимая книга, могу сказать точно, это роман Мамина Сибиряка «Приваловские миллионы». Во-первых, он написан в Екатеринбурге в 1870-е годы. И, на мой взгляд, это лучшее издание, посвящённое именно Уралу как с бытописательской точки зрения. Его очень интересно читать. У него, конечно, есть другие романы, к примеру, «Горное гнездо», посвящённое Нижне-Тагильской теме. Но, тем не менее, «Приваловские миллионы» мне очень нравится, потому что там очень много таких интересных вещей. можно, к примеру, изучить, какую форму очков носили в Екатеринбурге в эпоху Александра II или во что одевались мужчины и женщины. Ну, такие мелочи, и они настолько там интересно описаны, что эту книгу можно перечитывать не просто по порядку, а с любой страницы. Советую очень. И, наверное, последний вопрос. Библиотека детства. Какая она у вас? Могу сказать, на улице Малышева существовала детская библиотека. Потом в этом помещении находился театр Волхонка. В 90-е, в начале 2000-х сейчас я, к сожалению, не знаю, что там находится. Но это здание конструктивистское. Вот туда меня из школы водили. Мы приписаны были к соседней школе. И там брали такие простые, я помню, Витя Малеев в школе и дома, «Незнайка на луне», все стандартные книжки. Но вот она была очень удобная, потому что до моего дома там было три минуты ходьбы. То есть с удовольствием, с радостью ходили? Да. Это был своеобразный такой детский клуб, потому что детские библиотеки, они были какой-то переходный такой период между школой и дворцом культуры. То есть туда свободный был вход. Ведь если мы говорим о библиотеке Белинского, то, например, в советские годы, еще даже, я помню, что в начале 90-х годов сюда детям вход был, отдельно сюда не ходили, потому что здесь даже первый, я помню, курс института можно было прийти только по рекомендации. Сейчас это изменилось. Ну и плюс существует филиал. Поэтому, собственно говоря, вот эти вот детские библиотеки, они были в каждом районе, чуть ли не в каждом микрорайоне, и они играли в своеобразный такой клуб по интересам. Спасибо, Сергей Валерьевич. У нас в гостях был Сергей Скробов, хранитель фондов Музея истории Екатеринбурга, писатель и историк. Сергей Валерьевич, спасибо еще раз за интересную беседу. Спасибо.